Давайте заценим наших любимых пиздоболов. Сейчас нам расскажут про замечательную, блядь, командирскую камеру. Какой беззубый чёрт её, блядь, делал конченый, нахуй. Давайте оценочку профессиональную приведём. Давай, пиздоболы, рассказывай. Приветствуем. Мы продолжаем рассказывать о нововведениях World of Tanks, с которыми вы можете познакомиться на общем тесте обновления 1.13. Давай. Чтобы узнать об изменениях артиллерии и ребалансе фугасных снарядов, перейдите по ссылке в описании. А в этом видео вы узнаете о пятом сезоне боевого пропуска. А, очень интересно. В правках на карте минск. Давайте этот пиздёж слушать не будем. Боевой пропуск. Господа, про боевой пропуск рассказываю. Давайте не будем слушать. Ну, нахуя. Неинтересно. Ранговые бои, новый сезон. Тоже неинтересно. Это будет тестовый сезон 10 на 10. Забоновый турбонагнетатель. Новый интерфейс выбора режимов. Давайте посмотрим, как они оближут эту хуйню. Вот это я уже предлагаю посмотреть. Заметно изменился интерфейс выбора режимов. Он стал более информативным. Окна в интерфейсе разделены по размерам. Маленькие – это стандартные, постоянные режимы игры. Большие – случайный бой. А также... Ну, я так и понял, что как текст для этих видео писал долбоёб, так он и продолжает их писать. Давайте ещё раз послушаем. Разделены по размерам. Маленькие – это стандартные, постоянные режимы игры. Большие – случайный... А большие – это случайный бой. Это, блядь, у нас не постоянный режим. Я согласен. Руку пожал, ногу пожал. Ага. Чё по ножам, блядь. ...бой, а также актуальные и временные события, которые могут представлять наибольший интерес для игроков. Теперь у режимов есть краткое и подробное описание. А у игрока появилась возможность посмотреть свою прогрессию здесь же. Хорошо. С новым интерфейсом станет удобнее выбирать, во что поиграть сегодня. Хорошо. Разведка боя. Это тестовый полигон, где вы сможете поиграть на картах, которые находятся на стадии разработки. Хорошо. Сражения в этом режиме представляют собой аналог стандартного боя и учитываются в вашем прогрессе и общей статистике. А, учитываются. Участвовать в данном режиме можно только на технике с 8 по 10 уровень и без возможности выполнять ЛБЗ. Однако зарабатывать очки боевого пропуска и выполнять боевые задачи... Статистику уйдет, ЛБЗ выполнять не будем. Хорошо. Все так же можно. После определенного количества... Короче, я хотел с подписчиками, то есть с вами, в этом ебаном режиме, когда это выйдет на основу, устроить массовый тест, то есть по факту бои по отчету сделать, только адекватные. Ну, то есть, чтобы никого не забанили, стримить всю эту хуйню, то есть реально попытаться сделать обычный стандартный бой. То есть мы будем выходить в бой по отчету, в бой по отчету, но как бы не творить хуйню. Но поскольку здесь все идет в общую статистику, Wargaming эту хуйню может расценить как, блядь, подставные бои. Но я бы эту хуйню покатал. Потому что, если мы этого делать не будем, все эти карты уйдут в руки подписчикам-дебилоидам Юр Саныча. И тогда вы понимаете, что с этими картами будет. Сдал сегодня экзамен. В Мурман Облгаз. Это пиздос. Блядь, братан, поздравляю тебя. Серьезно, от всей души. Вот. ...на стадии разработки. Сражения в этом режиме представляют собой аналог стандартного боя и учитываются в вашем... Ну как там с деньгами? ...однако зарабатывать очки боевого... Они опять якобы показывают работу. Возьми 7201 и бабаху. Плюни с бабахи в ебло 7201. ВГ, ВК, менеджмент, аэрофлот. Он там от точки попадания, как я понял, зависит, братан. Ну, в любом случае, фугас чуть меньше. Пропуска. И выполнять боевые задачи все так же можно. После определенного количества боев вам предоставится возможность проголосовать за одну из трех понравившихся карт и пройти опрос. Этим вы поможете нам понять, какие карты вам понравились и какие стоит доработать. За участие в разведке боем можно получить награды, ценность которых зависит от вашей активности. Понятно, то, что Минск переделали, даже смотреть не будем, блядь, мы ее уже покатались. Но вот, вот это мне очень интересно. Давайте послушаем. Мы продолжаем внедрять популярные моды в игру. Ага, давай. Теперь вы сможете отслеживать очки прочности союзников и противников в ушах команд... Я хочу вот этого пиздобола диктора, который к варгеймингу никакого отношения не имеет, посадить и сказать, сколько хп сейчас у Т110Е3. И вот если он не ответит, сделать ему что-нибудь прикольное. Вот, правда, мне очень хочется это сделать. Или посадить долбоеба, блядь, разработчика и сказать, вот есть СТБ, сколько у него хп, сука. Вот, просто сказать, слушай сюда, выебок ебаный. Ты из варгейминга. А вы понимаете, что чем меньше уши, тем менее, менее информативны становятся индикаторы. Просто сказать, сколько хп у кранвагна? Сколько хп у кранвагна? То есть вы понимаете, что вы в башке должны добавить так, добавить так и добавить так. Так, вот я сейчас понимаю, что это чуть-чуть больше четверти хп от кранвагна. Я должен вспомнить, ага, у кранвагна 2000 хп. Четверть это 500. А может быть здесь 489. Может быть здесь 489. А может быть он закалкой. А может быть я на суперконе, на фугасах еду ему в жопу, и мне нужно знать, сколько у него хп. Может быть у него 520. А может быть он закалкает четверть от хп с закалкой. Сколько это хп? Сколько это хп? Сколько? Я не знаю. Яга. Ну, это что-то похоже на 2,5 четверти от его хп. Это точно не 2,3. Это 2,5 четверти, да? Сколько? Сколько это хп, блядь? Это, ну, я проигрывал каждый раз дурачков, блядь, которые моды себе такие ставят, а, блядь, пользоваться вот этим уебищем, ну, это надо быть ебанутым человеком на голову, блядь. Это нужно быть ебанутым на голову человеком, блядь. И на миникарте. Вот же, вы же, блядь, оставили, значит, места. Сделайте циферками, блядь, сделайте числами хп, сука, уебаны. Как это у меня в моде сделано. У меня это сделано максимально минималистично. То есть у меня это сделано минималистично, блядь. Это суперинформативно. Это, это хуйня полная. А командирская камера поможет лучше оценивать боевую обстановку и находить вас... Я во взводе, блядь, хочу с разработчиками поиграть, чтобы они оценивали, блядь, боевую обстановку с этим уебищем, который они называют командирской камерой. ...сможности для атаки и отступления. Все три модификации можно включить или выключить в настройках во вкладке игра. Это пиздец. Ну вот это я даже на тесте чекать не буду. Ждите обновленный гайд по МЕМ-60, 121Б, ИС-5, Т-23Е3 не будет. У меня его нет, это седьмой левел. Его многие даже не знают, что это за танк. Он раньше в ветке прокачки был. У меня тут все премиумные восьмерки, все танки за бон, из ГК, поэтому по всему ждите видосы. Кроме ИСУ-130, этот танк никогда в продаже не был. Это танк для супертестеров. КОНЕЦ